друзья всем привет хочу сегодня записать такое сегодня для вас видео поделиться с вами своими размышлениями я снимаю видео уже много лет у меня много подписчиков которые смотрят меня каждый день я очень очень вам признательна и за то что смотрите и за то что пишите комментарии многие из моих подписчиков уже давно стали моими друзьями я веду с ними личную переписку все они знают они знают все обо мне спасибо youtube можно сказать потому что на сегодняшний день youtube это самое большое чудо с которым я столкнулась любая информация мне под силу я могу узнать все посмотреть как что делать ну и конечно же благодаря своему каналу я могу с вами общаться поэтому youtube для меня сегодня это самый главный мой такой вот помощник советник и даже мой друг так вот среди моих видео их уже наверно более 700 значит у меня есть видео два видео лидеры значит одно видео это было одно из самых моих первых видео после таиланда это было видео которое начало вот целый цикл моих моих роликов на ю тубе это видео называется свекровь мать невестка дрянь это видео было одним из первых которая начала снимать для своего канала там очень много просмотров если вы никогда не смотрели это видео пожалуйста посмотрите не за вне зависимости от того невестка вы или свекровь в этом видео было очень много сокровенного я поделилась людьми абсолютно открыто бескорыстно но своими как бы переживаниями значит очень много было комментариев под этим видео больше тысячи кто-то рассказывал о своих отношениях со свекровью кто-то делился своими отношениями наоборот с невесткой своими проблемами которые возникают но был один комментарий который меня очень удивил и запомнился мне значит женщина писала вот как-то странно у вас на кухне плитка положено вот ничего и не зацепила в этом к в этом видео но плитка как-то странно было положено я снимала видео на кухне вот и и и это удивило больше всего если у меня еще одно видео которое называется страшный случай слабонервным не смотреть это видео набрало более миллиона 600 тысяч просмотров там тоже очень много комментариев и сегодня я хочу поговорить об этом видео очень многие люди на мой канал пришли именно благодаря вот этим дом видео значит когда я читаю комментарии а сейчас вот я его сняла это видео несколько лет назад него активно все время смотрят каждый день приходят комментарии и есть комментарии которые меня удивляют они удивляют меня тем что это не один комментарий как вот в моем видео свекровь мать невеска дрянь а таких комментариев много кстати если вы не смотрели это видео обязательно посмотрите сейчас коротенько перескажу вам содержание этого видео для того чтобы поняли о чем разговор значит у меня случилась проблема я легла в больницу у меня была аритмия аритмия была не опасная это не мерцательная аритмия систолическая она не опасна для здоровья но это очень неприятное такое ощущение когда крови идет толчками пульсирует голове я не могла работать на этом фоне общем не могла жить я ли еще решила полечиться лечь больницу значит много там со мной происходило разных проблем о которых я сейчас не буду говорить но самое такое серьезное событие произошло тогда когда на следующий день после того как я лила в больницу в палате умерла женщина значит до этого она разговаривала очень долго со своей соседкой по у них кровати стояли рядом значит буквально до часу ночи утром когда я проснулась я увидела что палате никого нет а палата была довольно таки большая там было восемь или девять человек уже не помню и вот палате никого не было я почувствовала что-то неладное подошла к женщине напротив которая лежала в кровати посмотрела увидела что она умерла мне показалось что она умерла я вышла и позвала медсестру медсестра зашла что-то посмотрела вышла и тут заходят две нянечки значит две нянечки зашли стали собирать этой умершей женщины вещи и на тумбочке у нее лежал телефон они меня спрашивают это телефон видео я говорю я не знаю но а кто знает я рю но я сейчас пойду спрошу соседки вышла в коридор подошла к соседке говорю у вас на тумбочке телефон лежит это ваш телефон она вдруг как закричит на меня она уже поняла утром что что-то не так но она еще не могла как бы дать себе в этом отчет и была в состоянии шока значит она вдруг закричит на меня да не знаю я чей этот телефон не зашла палату говорю нянечка и она не знаю чей этот телефон вообще говоря на странно себя как-то ведет нянечка берет телефон на моих глазах и звонит домой значит на другом конце провода поднял трубку мужчина и нянечка ему говорит здравствуйте это звонят из больницы ваша жена умерла сначала была такая тишина зловещая молчание а потом был такой звериный крик мужчина этот он он не крича он рычал просто и нянечка положила трубку и тут заходит соседка которая накричала на меня молча садится на кровати и вдруг она берет телефон а нянечка говорит это что ваш телефон отарит ну да мой она это я только что позвонила по этому телефону мужу и сказала что значит вы умерли опять немая сцена значит эта женщина пытается позвонить домой дома трубку никто не берет звонила нара полчаса в итоге мужчина взял трубку этот муж но когда она ему говорила что это я он не мог поверить этому в таком состоянии такого шок он был так вот короче значит после этого значит у меня не тоже аритмия было значит меня был со мной было очень тяжело меня уже нельзя было успокоить и врачи не знали что со мной делать аритмия меня еще усилилась и они послали меня к психиатру не психолога психиатру я пришла к психиатру он прописал мне антидепрессанты и я быстренько выписалась домой да еще вот какая была ситуация когда дело было к вечеру уже эту женщину увезли кровать освободилась значит и тут кладут на следующую больную значит она заходит палату вместе с нянечкой с одной из тех нянек которые убирали эту умершую даму вот значит и говорят и ну выбирайте кровать я смотрю что эта женщина направляется кровати умершая ее буквально пару часов назад увезли вот короче значит я говорю ложитесь сюда вот у меня хорошая свободная кровать и место такое вот не у двери а нянечка вдруг это и говорит это что вы за того что женщина утром умерла на этой кровати так и на вашей кровати кто-то умер каждый день кто-то умирает ничего страшного развернулась и ушла так вот я получаю комментарии по сей день уже много лет по этому видео и почему-то о том что позвонили женщине и сказали что она умерла когда она жива об этом камень об этом очень мало в основном все пишут о том не а что значит вы такая наивная что вы не знаете что люди умирают да что в больнице люди умирают и на вашей кровати кто-то умер а то что позвонили женщине и сказали что мужу что она умерла она на самом деле оказалась жива об этом почему-то очень мало людей пишет вот я не понимаю вот как как устроена психология человека вот такие вот страшные моменты когда я отвечаю а если вам позвонили бы вы бы тоже не заметили то ничего страшного это же ужасно ужасная ситуация сложилась я иначе ее назвать не могу мне пишет а что вы такая наивная чтобы а люди вроде бы не замечают этой ситуации они замечают все это то о чем я рассказывала и о том что на кроватях умирают о том что мне постель не дали о том что меня не лечили о том что психиатру все все обсуждают не обсуждается только самый главный вопрос как правило как могло получиться так что женщина умерла а вдруг какая-то нянечка человек который вообще не не должен это делать его близко там не должно быть ее дело убрать постель она берет на себя ответственность звонить человеку в таком сложном вопросе а это очень мало кого волнует точно такая же ситуация складывается сейчас с войной в украине ежедневно ежечасно ежеминутно умирают тысячи сотни тысяч украинских людей это люди которые ничего не сделали плохого россиянам они никого не убивали они ничего россияне забирали тем не менее гибнут люди гибнут дети только вчера в буче раскопали новое захоронение что творится в мариуполе страшно рассказать но знать об этом ну я не хоть они пишут а что у вас война нити когда я читаю а что у вас война не становится страшно от того что происходит в мире я очень хорошо понимаю что наряду с комментариями моих зрителей очень много у меня на канале бутов они просто постоянно заходят под разными никами будто очень легко узнать кстати не думайте что будет это обязательно машина это компьютер нет будто это живые люди которые зарабатывают деньги и за каждое слово им платится и они должны их цель какая создать какую-то значит ситуацию которая бы обсуждалась и была направлена в нужно для них русло значит вы мне часто пишите почему их не удаляю потому что я хочу чтобы на эти провокации провокационные комментарии что вы делали на донбассе 8 лет или а нацистах или распятых мальчиках или еще какой-то разной ерунде вот я хочу чтобы люди мои зрители писали ответы и другие люди могли почитать что происходит на самом деле в украине поэтому я стараюсь их не удаляет но разве что уже сильно кислотные кстати многих из этих ботовых нельзя удалить их очень сложно заблокировать почему-то на ю тубе есть такая ниша куда они постоянно пролазят так вот очень многие вещи меня сейчас удивляют если бы я сейчас вела статистику на своем канале то я вам могу сказать что все больше людей задумываются о том почему идет война в украине когда она закончится когда эта несправедливость прекратится я очень признательна всем тем людям которые пишут комментарии и рассказывают нам из первых уст что происходит сейчас донецке что происходит мариуполе что происходит херсоне я хочу рекомендовать напоминуть что происходит и я я Продолжение следует...